Всем привет! Лето подходит к концу. Наверняка все уже собрали первую, вторую волну урожая томатов. А как же сохранить третью и значительно повысить урожайность томатов как в теплице, так и в открытом грунте? Досмотрите это видео до конца и вы обязательно внесете ясность в данный вопрос. Самый первый и самый важный шаг это осмотреть именно ваши кусты с томатами, оценить именно ваши условия выращивания. Если томаты активно поражены грибными заболеваниями, то тогда, к сожалению, нет смысла их задерживать в теплице. Лучше ее продезинфицировать, посеять в ней седираты и готовиться к будущему вегетационному периоду. Томаты из такой теплицы обязательно нужно собрать и отнести их на дозаривание. Кстати, о дозаривании также смотрите видео на нашем канале. Если же грибных заболеваний не видно на кустах ваших томатов, то не значит, что они к ним не пришли. Обязательно предусматриваем профилактическую обработку кустов томата. Сейчас делаем это достаточно активно, не реже одного раза в 3-5 дней с использованием все тех же биологических препаратов на основе триходермы и сенной палочки. И, конечно же, если кусты внешне здоровы, обязательно оставляем томаты на них для того, чтобы они полностью достигали сортовых размеров и созревали на кусте. Второе, на что следует обратить внимание, это осмотреть куст, найти ту последнюю цветочную или плодовую кисть и обязательно прищепнуть, оставив над этой кистью два листа для того, чтобы они ее питали. Цветочную или плодовую кисть оставлять в своей теплице на кустах томатов. Все будет зависеть от того, какие условия выращивания характерны конкретно для вашего региона. В среднем от момента цветения до момента полного биологического созревания томатам нужно 6 недель. Если вы знаете, что условия выращивания в вашей теплице позволят собрать вам урожай и в конце месяца сентября и в начале октября, то тогда можно смело оставлять цветочную кисть и, как я уже сказала, прищипывать макушку куста. Если же условия выращивания скромнее, перепады температур сильнее и в целом температура ниже, то тогда мы будем оставлять последнюю завязавшуюся кисть и обязательно прищипнем, оставив, как я уже сказала, два листа над ней. Третий прием касается сокращения листового аппарата. Когда наши томаты полностью дошли до сортового размера, когда они перешли в фазу технической или молочной спелости, а как эта фаза выглядит? Томаты становятся более светлоокрашенными, они больше не растут и постепенно созревают. Так вот, когда наши томаты перешли в фазу технической спелости, достигнув сортовых размеров, мы полностью удаляем все листья, которые находятся под ними и пару листов, которые находятся над ними. Таким томатам листья уже не нужны, все биологические и биохимические процессы протекают внутри самих плодов, благодаря тем элементам питания, которые в них находятся. Если же у вас томаты еще растут, если они еще требуют наличия листовых поверхностей рядом с собой, но листья достаточно крупные, большие, увесистые и касаются земли, то обязательно такую листовую поверхность мы сокращаем наполовину, разрезая ее для того, чтобы полностью исключить развитие тех или иных грибных заболеваний. То же самое нужно сделать и с любыми пасынками, которые сейчас активно могут пускать наши кусты томатов, потому что пасынки никак не приведут к дополнительному урожаю, особенно сейчас, когда уже конец августа месяца, поэтому они нашим растениям ни к чему, нашим растениям нет необходимости тратить на них силы, поэтому предусматриваем их удаление. И это был четвертый пункт. Пятый пункт касается удаления всех незавязавшихся цветков, которые вы можете найти на своих томатах. Лето у нас было горячее, дневные температуры составляли 32-35 градусов только на улице, не говоря про теплицу, и, к сожалению, такие повышенные температуры привели к тому, что очень много пыльцы стало стерильной, и прям выпали из плодовой нагрузки целое соцветие наших томатов. Так вот, все, что не завязалось, нам необходимо удалить, потому что вот эти вот маленькие незавязанные цветочные кисти, они по-прежнему оттягивают на себя элементы питания нашего растения, и таким образом оттягивают элементы питания от тех томатов, которые остались у нас на кусте созревать. Поэтому обязательно предусматриваем удаление всех незавязавшихся плодов. Помимо неплодотворенных цветков, всегда можно в томатах, если посмотреть на их плодовые кисти, найти томатики более мелких размеров. Как правило, когда кисть у нас полностью достигла сортовых размеров, когда она уже даже, возможно, и созрела, есть высокая вероятность наличия такого одного зеленого маленького плода, который очень-очень медленно растет. Поэтому шестой пункт этого видео будет являться рекомендацией к удалению этого небольшого плода. Как показывают биохимические исследования, даже если мы оставляем этот плод, даже если он достигает сортовых размеров, то биохимический состав этого плода будет значительно уступать биохимическому составу всех полноценных, созревших, полноценно налившихся плодов томатов для данного сорта. Седьмой и последний пункт касается рекомендаций по сокращению поливов или по полной остановке поливов в теплице томатов и в открытом грунте. Конечно же, все будет зависеть по-прежнему от тех условий выращивания, которые характерны именно для вас. Если у вас основная плодовая нагрузка на кусте томата сформировалась, если у вас плоды дошли до фазы технической спелости и больше нету никаких плодов, которые растут, то тогда полностью исключаем или останавливаем любые поливы наших кустов. Если же у вас, например, растут томаты черри, которые будут плодоносить до наступления морозов, то тогда можно предусмотреть достаточно дозированное внесение поливов и совместить вместе с поливами калийные подкормки. Но не забывайте, что температурный режим постепенно снижается, перепады температур между дневными и ночными часами увеличиваются, соответственно, мы должны сокращать количество той влаги, которую будем вносить под наши кусты. Благодарю, что досмотрели это видео до конца и по-прежнему остаетесь на канале про цветок. Уверена, что эти нехитрые 7 шагов позволят вам правильно выполнить последние работы в теплице. Оставайтесь с нами, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»